Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Подошел к концу Кубок Мира. Победителем стал польский кроссмейстер Ян Гжестов-Дуда, который в финале обыграл нашего Сергея Корякина. Победил польский кроссмейстер заслуженно. Сейчас мы посмотрим, как это было. Если сравнивать путь Корякина и Дуды, конечно, оба они играли с очень сильными шахматистами на пути к финалу, но все-таки путь Дуды, он более впечатляет. Он обыграл Рещука, Бедита, Карсена и, наконец, Корякина. Поэтому, конечно, его успех не случайен, безусловно. Финал мог сложиться иначе, безусловно, если бы Сергей выбрал бы не тактику, а вот сдерживание. Ну, ничего плохого в том, что он играл черными на Ищу нет, но учитывая, что он не использовал белый цвет, то это говорит о том, что его стратегия была именно такая, удержание. Ну, вот похоже, что она была неправильная. Какие были причины для такой стратегии? Может быть, самочувствие, может быть, еще что-то. Ну, судя по всему, Сергей физически был отлично готов, и настроение у него было соответствующее. Может быть, надо было все-таки как-то играть в свою игру более раскованную. Да, ну, посмотрим, как это было. Коньце 3, C5. Это не улучшенная защита Тараша, которая, как вы знаете, после конь бьет D5, E4, коньце 3, Bc. Вот здесь. Вот она, улучшенная защита Тараша. Черный, как правило, играет на ничью, но все-таки здесь игра идет на три результата. А вот в варианте, который сейчас очень популярен, cd-cd, ну, люди более чем приличные играют так. Получить перевес очень трудно. Например, есть вариант, ну, ферзь бьет D4, как было в партии, а есть вариант ферзь А4. Ферзь А4 шаг, тоже довольно интересно. Но после слон D7, ферзь D4, E, D, здесь, ну, преимущество получить невозможно. Нет здесь всего. При конь D5 у черных полнейшая компенсация после ферзь А5, коньце 3, коньце 6. Здесь ничего нет. Поэтому ход ферзь D4 правильный, E, D. Теперь здесь два разветвления. Один ход слон D5, другой более конкретный E4. Вот после E4 я эту поясню немножко смотрел. Мне кажется, здесь все-таки ничего особенного нет. И даже не после коньце 6 хода, который самый популярный. А вот после D, E. После D, E, ферзь D8, король D8, конь G5 и слон E6. Вот здесь крайне трудно получить какое-либо преимущество. Ну, этим вариантом надо специально заниматься, но, по крайней мере, у меня ощущение, что здесь перевеса нет. Поэтому выбор белых не велик. Чтобы получить игру, надо играть слон G5, слон E7, E3, рокировка. И вот здесь, да, надо сказать, что на эту позицию Коряхин уже шел. Она была в его парте с Федосеевой. Федосеев здесь сырал как все. Он сырал слон E2. И после H6, слон H4, коньце 6, ферзь D3, ферзь B6, Коряхин довольно уверенно уравнял. Здесь еще последовал ход хоть бы 5, такой необязательный. И после слон G4 никаких проблем. Пешка изолированная исчезла. Ну, никаких здесь проблем у черных нет. Партия в ничуть закончилась. Ясно было, что по этому пути Дуда не пойдет. И он пошел по другому пути, проторенному уже его земляком, вайташиком, ладья D1. Вот, этот ход и был сделан. Как вы видите, этот ход достаточно редкий. В чем его смысл? То есть мы делаем полезный ход, и в случае коньца 6, ради этого темпа вообще черные на эту позицию идут, на позицию с изолятором. Ферзь A4, играю слон E6. И теперь мы можем играть не слон E2, не слон D3, а можем пойти слон B5. Вот в этом разница. И вот именно этот ход и был сделан. И вот здесь почему-то, я не знаю, конечно, не могу знать причину, почему-то черные оказались не готовы к такому развитию событий, хотя этот ход встречался в партии Гири, Ван, Ю, если я правильно говорю. И вот там как раз, так сказать, да, черные ответили, насколько я помню, Ферзь B6. Так же, как и Сергей. Гири сделал рокировку. А правильно было. Гири сделал рокировку. И после А6, ну, возникла какая-то позиция. Солнце 6BC. Достаточно хитрое, но в целом по виду нормальное для черных. Во всяком случае, здесь черные могут рассчитывать на уравнение, хотя игра достаточно сложная. Но, возможно, к этому развитию событий был готов Корякин, но, не знаю, трудно сказать, не хочу гадать. Но, во всяком случае, но белые свернули. И свернули самым естественным образом, взяли на Ф6. Ну, я хотел бы немножко вернуться вот к этой позиции, после слома Б5. Мне кажется, это вообще очень хороший путь для белых на будущее. Наверное, белые будут продолжать отыграть. Все-таки, изолятор это еще не конец света. Можно было срать А6, включить А6, пойти как-нибудь ладья Ц8, предположим. Ну, белые, наверное, сделают рокировку. Вот, потому что, если бить на Ц6, БЦ, вот я немножко тут смотрел, ферзь А7, можно пойти Ц5, следующий ход ладья А8. Кстати, при случае возможной повторения ходов. Вот. Ну, у черных не хуже. Поэтому, правильно, рокировка, А6. Отступать слоном, конечно, можно куда-то на Д3. Ну, тогда уже ферзь Б6. То есть, слон Д3, ферзь Б6. И позиция вполне нормальная у черных. Поэтому логичнее взять на Ц6. Теперь пешкой, наверное, бить уже плохо. Поэтому бьем ладьей. Конь Д4. Ну, вот такая поица получается. Подавляющее большинство из нас захотят играть эту поицу белыми. Возможно, ничего такого очень серьезного здесь нет. Например, можно сыграть ладья Ц4, ферзь Б3, ферзь Ц7. И не так просто здесь усилить позицию. Например, на ход конь ЦЕ2, попытка перехода коня на Ф4 есть. Какой-то такой трюк. Пешка Б2 дает о себе знать. Ну, можно как-то готовить ход конь Е2 ходом А3, например. Но, если здесь преимущество, допустим, владя Ц8, конь Е2, может быть, можно как-то А5 пойти, А4. Вот мы попадаем на Ф4, предположим. А дает ли это нам что-то? А4. Ферзь сбивается, ферзь переходит. И ферзь идет на Б6 и защищает слона Е6. Позиция белых выглядит хорошая, но если что-то серьезное, может быть, и нет. В партии последовала ферзь Б6. Причем белые, извиняюсь, черные не потратили слишком много времени на этот ход. Хотя ход очень ответственный. Слон бьет Ф6, конь бьет Д5. А ведь это линия, которую показывает компьютер. И черные должны были быть готовы к такому развитию событий. Тем более, они же не первый раз это играют. Уже была партия до этого. То есть, этот вариант подготовлен, тщательно подготовлен, похоже. Но очень странно, здесь черные оказались как бы не готовы к такому развитию событий. Потому что эта позиция однозначно хуже. Слон бьет Б2. Ну, есть какие-то ходы А6, но после А6, слон с А6 Б7. Как-то пытаться вот так играть. Ферзь Б5. Надеяться где-то скачать в Эншпиле. Но все-таки это, конечно, позиция хуже. Хуже, однозначно хуже. Но, может быть, это имело смысл. Может быть, это не хуже, чем в партии. В партии последовало слон Б2, более естественное. И белые тут имели выбор. Могли сделать рейкеровку или пойти к роли Е2. Выбрали к роли Е2. Чисто эстетический ход более интересный. Но вообще рейкеровка тоже был ход совершенно нормальный. То есть, не обязательно быть в центре. Но ход симпатичный, да. То есть, до короля белых черные фигуры добраться не могут. Но есть шанс, что король на Е2 лучше, чем на Ж1. Хотя это вопрос достаточно спорный, где он лучше стоит. Как бы то ни было, да. Значит, что делать черным? Единственный план черных – это был размен ладей. Обязательно надо менять ладей. Это, ну, просто абсолютно необходимо. Поэтому на ходы слона Ф6 все-таки к таким ходам надо было относиться с настороженностью. Мне кажется, надо было немедленно менять ладью. Ладья Д8. Белые должны ладья Д1 играть. Я не знаю. Ладья Д1. Бьем на Д5. Вот, одной ладьи нету. Уже легче. И слон Ф6. Вот. И пытаться разменять вторую ладью ходом ладья Д8. Вот это был план. И, возможно, здесь бы черные удержали бы позицию. Но последовало не ладья Д8, последовал ход слона Ф6. Здесь уже черные стали тратить время. Стало очевидно, что они не готовы к такому развитию событий. Белые делают естественный ход ладья Д1. Здесь нужно снова вернуться к плану с ладья Д8. Но здесь уже это труднее сделать. Дело в том, что если мы ходим ладья Д8, тогда позицию слона Ф6. ВС. Взяли. 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 Сказывается отсутствие форточки. Ход Ф5 невозможен. Теряется, просто теряется пешка. Вот. В этом проблема. Но после хода ладья Д1 можно было сыграть А6. Ход не лишний в любом случае. Это защита от G4 и G5 плана. Это и форточка. И теперь после этого хода можно было вернуться к плану с ладья Д8. Например, на ход G4 или на ход ладья Д7. Неважно. Теперь я могу пойти ладья Д8. Совершенно спокойно. Белые, наверное, попытались бы сыграть G4. Кстати, к вопросу о том, где лучше король, по-прежнему это непонятно. G4 здесь, например, можно было взять ладья Д7, ладья Д7. Ладья Д8, может быть, здесь по-прежнему нехорошо, но можно сыграть конь А5. И позиция достаточно сложная, потому что нет ухода с ладья Д4. Как-то хочу А6 пойти. Ничего решающего нет. То есть игра бы здесь только начиналась. То есть мое мнение на данный момент... Да, черные ошиблись, но все-таки ошиблись, но попали в неприятную ситуацию. Но позиция, в принципе, вполне защитимая. Можно было играть, защищаться более точно. Вот здесь неправильно черные сыграли. Черные сыграли ладья Д7. Эта линия никому не нужна, на самом деле. То есть важно менять ладью. Ладью менять. А последовала ладья Д7. Вот это не туда. Это еще не решающая ошибка, но это не туда. Слон С4. Очень сильный ход. Белые нацеливаются на главную слабость. Главная слабость в таких позициях – это пункт Ф7. Вот она. Ахиллесовая пята черных. Это пешка Ф7. И здесь нужно было проявить изобретательность, попытаться защитить. Может быть, ладья Д8 правильно ходит. Но все что угодно. Может быть, надо было как-то так попытаться. Интересный ход. Конь А5. Например, ладья Бет А5. Ладья С4. Ферд С4. Ферд А5. Ладья Д7. Неприятно. Ну да, да, неприятно. Но все познается в сравнении. Если сравнить с тем, что получилось в партии, то эта позиция покажется за счастье. В Б5. Допустим, так. Как-то можно попытаться так сыграть. Но не проирываем сразу. Не проирываем. И не сразу тоже не проирываем. Хотя, конечно, позиция выглядит так себе. Фон Д2, наверное. Ну, может быть, как-то так. Король. Кстати, видите, король оказался не там, где нужно. Король В3. И вот компьютер вот такой ход предлагает. Ферд Е6. И вот шансы уже реальные на ничью появились. Потому что... А почему, собственно, я должен проиграть эту позицию 100%? Хуже, да, но не проиром. Возможно, какой-то ладей Нейчвиль получится без пешки. Но это не самое страшное. Но вот после хода С4 Сергея, к сожалению, он сыграл Ферд Б4. Вот этот ход, возможно, решающая ошибка. Потому что после отличного хода Ферд Б3, отличного, но очень простого, Ферд Б3, белые окончательно нацелились на пункт Ф7. И вот теперь и вообще на седьмой ряд. И для того, чтобы эту инициативу погасить, черным пришлось играть Ферд Б3, слон Б3 и аж конь Б8. Ну, понятно, что с такими ходами трудно защищаться. Дело в том, что, да, белые не вторгаются на седьмой, но они могут расшатывать позицию, создавать дополнительные слабости на королевском фланге. Что они сразу и стали делать? Сырали G4. Вот последний момент, на который хочу обратить внимание. Все-таки нужно было стремиться, во что бы то ни стало, стремиться к активности. Вот нельзя было так пассивно играть. Конь Б8. Потому что это защита пассивная, бесперспективная. Я понимаю, что позиция уже проигранная, но все-таки, вот давайте попытаемся. А6, G4, B5. Ну, хоть что-то, хоть какая-то активность. G5, слон, извиняюсь, да, G4, B5, G5, слон, C3. Ладья D7. Ну, хорошо. А5, А4. Но все-таки какие-то проблемы ставим. Здесь от черных, от белых, извиняюсь, требуется большая точность. Они должны слон Д1 пойти. Но даже здесь, ну, можно сыграть конь Б4. Ладья Б5, конь А2. Все-таки какая-то жизнь. Слон А4. Можно куда-то слоном отскочить, конь Ц3 будет дразить. Ну, все-таки эта позиция, на самом деле, плохая. Но в практическом плане она еще не безнадежна. Допустим, так, 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 так. И даже вот эта позиция намного лучше, чем то, что было в партии. Потому что в партии вообще никаких шансов не было. Здесь еще шансы есть. А белым нужно еще очень постараться, чтобы выиграть. Ну, преимущества тут вопросов нет. Но выигрыш ли это, в общем-то, есть. Все-таки пешки на одной фланге шансы есть. На ничью. Вот это была самая последняя возможность. Но черные продолжают играть пассивно. Конь Б8. Ну, и после этого уже спасения нет. Ж4. А6. А4. Ж6. Ж5. Белые создают вторую слабость. Вот я сказал, что это последняя была возможность. На самом деле, еще одна была возможность здесь сыграть слон С3. И все-таки вот здесь реализовать преимущество труднее при ходе слона С3. Черные, конечно, с удовольствием разменяют слона на коня. И поэтому любой ход конь Д4, конь Д2, конечно, черным на руку. И слон все-таки здесь как-то коня немножко стесняет. Вот это был правильный ход. Хотя позиция, конечно, плохая. Можно конь H2 сыграть, куда-то коня на G4. Но все-таки это нерешающая какая-то. Еще нужно работать немножко. Вот. А вот после хода слона Е7 совсем стало плохо. Черные допускают как ход конь Е5, так и ход ладей Е5. Конь Е5 было... Я ожидал конь Е5 хода. Ход довольно сильный. И потом их 4. Ситуация, конечно, у черных очень плохая. Невозможно вообще сделать никакой ход. Вот. Может быть, как-то так. Но можно тоже постоять. Дело в том, что если где-то рванешься F6, то после коня F3 конь идет на D4, на Е6. То есть любая активность, она наказуема здесь. Но все-таки вот как-то сразу вроде не проехали. Вот. Но это ход конь Е5. А белые сради еще интересные. Они пошли ладей Е5. И дело в том, что если теперь защитить слона, то беда приходит с этой стороны. Ладей Е4. И теперь, видите, ладей идут на линию H и матуют просто. Поэтому вот я поле С3 здесь выделил. Тут слон должен стоять. Тогда этого плана бы не было. Вот. Поэтому слон Е7, как бы, ну, теперь совершенно очевидно, что неправильный ход. Слон там не работает. На диагонали он хотя бы защищал от матов. Вот. Поэтому ладей Е5 ход очень хороший. Конь С6 последовал. Ладей Д7. Нокаутирующий удар. Ну, теперь в пору сдаваться. Потому что если принимать жертву качества, то после конь Е5, конь Е5 позиция разваливается. Слон Ж5, конь Ж6. Качество атыривается. Потом забирается пешка. На Ф7 слабость. Ну, легкий выраж техническая позиция. Тут уже комментировать особенно нечего. Слон Д8. Было сырами. Ладья Б5. Тяжелейшая позиция. Ну, наверное, все-таки правильно было Б6 пойти здесь. Ну, здесь много путей. Самый быстрый, точнее, это ход конь Е5. Как ни странно, размен коней. Но он совершенно не облегчает положение черных. Вернее, возможно, ни одна фигура не может двинуться. Слон не ходит, потому что ладья идет на Е7. Ладья не ходит. Если пойти ладья с Е7, то когда удар Слон бьет Е7, никто никуда не ходит. Просто папка пуль. А белые могут сыграть Ф4, Ф5, ну и так далее. То есть атаковать на короля. Все-таки достаточно еще много фигур. Атака на короля возможна. Вот. То есть Б6 не спасала, хотя было более логично. Последовала конь Е5. Здесь можно было взять и на Д8. Здесь все, что угодно можно было взять. Можно было взять. Абсолютно выровневая позиция. Ну, почему-то так белые не сырали. Но Слон Д5 еще лучше. Ну, в принципе, можно и так. Слон Д5. Ладья С7. Последовала Слон Ф7. Ну, вот уже материальное приобретение. Слон Д5. Ну, и черные сдались. Потому что сопротивление здесь, естественно, бесполезно. Да, в общем, обидное поражение. Здесь, как мы видим, Сергей проиграл практически без борьбы. И поэтому это и обидно. Одно дело проиграть партию нормальную, а другое дело вот так. Ну, вот не сложилось у него. Наверное, все-таки Сергей вот этой установкой на ничью, которую, возможно, ему посоветовали, я не знаю, мне трудно сказать, он немножко потерял кураж. А кураж в нокауте очень нужен. То есть стал играть излишне осторожно, но вот это. Потерял вот такое психологическое такое хорошее состояние. Ну, Дудабу тоже был на кураже. Ну, и Карехин был на кураже. Вот. И не надо было менять что-то вот таким образом. Не надо, не стоило играть на ничью. Ну, с другой стороны, понимаете, задним умом все сильные, конечно. И вполне возможно, что если такая похожая ситуация у кого-то сложится, то вот эта стратегия играть на ничью классические шахматы и пытаться на Тайбреке выигрывать, она для кого-то будет и правильной, трудно сказать. Но в данном случае она оказалась, как мы видим, неправильной. Это уже очевидно. Все закономерно. Сергей отлично провел турнир. Его можно поздравить с хорошим, с отличным выступлением. Но все-таки мог еще лучше, конечно. Ну, и Дуду. Дуда, конечно, заслуживает всяческих похвал. Это молодой польский рассмейстер. Наследник, можно сказать, Рубинштейна. Ну, победил убедительно, заслуженно. Я давно уже обращал внимание на этого шахматиста. Его дебютные идеи очень интересны. Всегда у меня несколько авторитетов в дебютах. Ну, понятно, там самые топовые шахматисты. Но все-таки, мне кажется, партии Дуды, партии Матлакова в дебюте, вот эти шахматисты у меня в большом авторитете. И я давно за его творчеством слежу. Этот шахматист действительно с большим потенциалом. Он еще и дальше, и дальше пойдет. Это очевидно совершенно. Вот. Ну, все. Таким образом, мы турнир закончили. Турнир был увлекательный, безусловно. На мой взгляд, это один из самых интересных кубков мира за всю историю. Я, как зритель, могу сказать, что мы получили большое удовольствие от этого турнира. И хочется сказать всем спасибо за то, что он состоялся, несмотря на тяжелую обстановку, связанную с ковидом. Надеюсь, скоро будут новые турниры и новые интересные партии. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok